привет всем привет привет но в этом видео вы узнаете какое же оружие надо брать если вы опнулись к 19 уровню и конечно же вы не захотели там сидеть и решили идти на 30 оружие придется менять намного чаще и конечно же оружие будет увеличиваться и по урону и по мощности будем здесь в этом видео рассматривать итак вторая часть разбор оружия поехали ну а я вам напоминаю что ссылочка на данную таблицу находится в описании проходите и посмотрите выберите оружие и качайте ну и если вы дошли до этого момента значит мы начинаем разбор 19 по 30 уровне если вы играете на этих уровнях вы уже знаете что сделать и со стопроцентной вероятностью вы уже не новичок в этой игре давайте же будем потихоньку разбирать оружие и разбирать уровнем остановились на 18 уровне и на 18 уровне у нас был очень интересный набор но на 19 уровне немножко набор меняется и так я выставил оружие как они есть до сих пор еще актуально жало для среднего оружия как у лавлятор и кололка то есть это 10 13 14 уровень 17 уровень потрошитель появляется пиктограмма 18 уровня ну и конечно же появляется 1 18 уровня оружие узи который является дистанционным и массовым также здесь появляется томагав который более-менее адекватно наносят урон но тут все выборочно выбирать в общем вам и так 19 уровень почти то же самое что 18 но вот просто меняется лига в общем вы получается 100 по 18 попадаете в самые низы 19 лиги ну а мы спокойно переходим с 19 потому что ничего за это время не меняется и так 20 уровне на 20 уровне я уже убрал жало потому что уже 10 уровней разница в уроне будет просто колоссальнейшая да он имеет хороший баф он хорошо травит но лучше взять улавлятор или взять лучше кололку она будет иметь больше эффекта как такового но оружие к сожалению на двадцатом уровне кроме золотой биты которая дает шанс выбивания оружия больше ничего нету но добавлять сюда я ее не стал так как если оружие у вас уже 25 уровня выбить его невозможно но если вы дана и играетесь против малых мелких и средних игроков то тогда да тогда биты имеет место быть если будет интересно что о чем я говорю откройте базу оружия посмотрите я считаю биту немножко не актуальной то есть для по крайней мере лера выкачивания потому что в дальнейшем ну то есть играть на топовых местах вам никак вот просто никак ну и дальше двигаемся по нашим лигам и так а вот 21 уровень сейчас вас очень сильно порадует и так 21 уровень 21 уровень я убрал ребята убрал оружие девушек она является специфическим ну то есть но на 21 уровне лучше качать оружие которое более-менее адекватно уже подходит для этого уровня и так тяжелое оружие меняется ребятам на перетрубатор с шансом оглушения 7 процентов неплохое оружие в общем вы крит меняете на оглушение но зато урон вырастет колоссальнише можно посмотреть если будет интересно какая разница будет в уроне улавлятор еще до сих пор прямо актуальный также как кололка это среднее оружие то есть хорошо сражается никаких изменений нету потрошитель и пиктограмма еще до сих пор остаются на двадцать первом уровне но здесь появляется первое массовое дистанционное оружие с бафом то есть это мартира на двадцать первом уровне да она не имеет дистанционного бонуса такой же как имеет узи в соответствии с уроном от дистанционки но мартира имеет шанс поджигать ну то есть она теперь поджигает противников и как я уже говорил если вы апнулись на 21 уровень ждите что ваши питомцы низкоуровневые именно низкоуровневые допустим восьмого там десятого но не знаю будут умирать с одного удара я как раз разговаривал про мортиру мортира делает невозможным выход питомцев во первых без клетки во вторых с низким уровнем просто она их убивает но на узи еще возможно выживание было но на мортире уже нет урон будет просто огромнейший так как все-таки мортира тяжелое оружие это я считаю вот это переломный момент вот именно на 21 уровне для оружия то есть появление мортиры то есть и так 22 уровень изменяет колоссально оружие по распределению по распределению и так среднее оружие улавлятор я уже убрал и колонку я тоже убрал хотя улавлятор можно еще использовать на двадцатом уровне но появляется ведьмина коса которая как улавлятор тот же самый улавлятор имеет почти тот же бонус ну то есть на снижение силы то есть причем 20 процентный шанс улавлятор имеет шанс силы и ловкость а коса только силу но на большое количество здесь же появляется пилорама ребята перетрубатор который вы до этого видели семи процентным меняется на тяжелое оружие в общем титаны или гераклы кто выкачивает оружие как я всегда и говорил что где-то есть маленькая часть или маленький нюансик я всегда для вас составляю тяжелое оружие меняется на двадцать втором уровне ну и здесь же появляется ребята скиннер скиннер с неплохим кровотечением это легкое оружие как боевая пиктограмма поэтому здесь прямо новшество скажем ведения получается это среднее оружие вводится на 22 новое вводится легкое оружие на 22 и вводится тяжелое оружие на двадцать втором уровне ног до 22 уровень к сожалению не имеет единственного бонуса дистанционного то есть 22 уровень топ-лиги имеет вот такие характеристики ну и ведем наверное на 23 уровень, который является имбовым, потому что вводится, ребята, первое дистанционное оружие с массовым уроном. Это просто, ну, колоссальная фигня. Это калаш. Вот. Все остальное, как бы, вы видите наверху, ну, то есть, оно осталось. Про Дагу я скажу. Вот боевая пиктограмма, которая на 18 уровне, она имеет шанс понизить силу. Ну, то есть, здесь Дага, наоборот, с кровотечением. В общем, как и скиннер, они почти однотипные. Но, все-таки, Дага имеет 23 уровень, и, соответственно, урон у нее будет выше. То есть, как ни крути, оружие совершенствуется, и его надо менять. Но дистанционное оружие на 23 уровне, как бы у нас говорится, добавляет калаш, и с ним ты уже ничего не поделаешь. Все, ребята, с этого момента слабые питомцы не играют роли вообще никакой. То есть, здесь просто, как я говорил на 21 уровне, калаш будет выносить все. Ну, и здесь интересное оружие еще появляется. Это мушкет. Не знаю, кому как, но мушкет имеет неплохой баф, ребята. Именно неплохой баф. Не знаю. Ну, для каждого по-разному. Но, по сравнению с калашом, он имеет, конечно, ну, меньший урон и, ну, меньше бафов. То есть, поэтому я его добавил, что если он у вас есть, вы можете его качать. Ну, лучше не советую. Лучше качать массовую дистанционку. 23-е это начало. Начало этих уровней. Итак, 24 уровень. Двигаемся дальше. 24 уровень, и наш мушкет отправился к праотцам, потому что появляется винтовка М16. М16 винтовка имеет тоже неплохой бонус. Также массовый дистанционный бонус она имеет. Плюс дополнительно немножко бафов. В общем, классная вещь, но тяжелое оружие остается, среднее оружие до сих пор остается, легкое оружие до сих пор остается. Появляется только еще одно оружие. То есть, на 24 уровне, если вы по нечаянности сидите, вот вам набор оружия. Вы можете качать, конечно, и другое, но будете проигрывать где-то по урону, где-то проигрывать по количеству ударов. Ну, в общем, решать вам. Ну, а мы двигаемся дальше. 25 уровень. И в 25 уровне, ребята, у нас появляется тесак мясника. В общем, наш скинер отправляется к праотцам, потому что легкое оружие должно наносить урон, какое бы оно ни было, поэтому оружие с более мелким уроном, но имеющие примерно те же характеристики, я заменяю. Заменяю, поэтому тесак мясника у нас остается, а скинер отправляется в прошлое. Здесь я говорю, вы еще раз можете качать оружие, которое находится и на 13-х, на 15-х уровнях, но проблема будет чисто в нанесении количества урона. Это не забывайте. Ну, а мы двигаемся. Итак, топовые, ребята, уровень лиги 26-й. 26-й уровень и здесь появляется новое оружие. Очень хорошее оружие. С этим оружием люди многие играют и на 30-х уровнях. Это окислятор. Очень большое, тяжелое оружие, прям колоссальное. Среднее оружие, как и всегда, предоставлено ведьминой косой, но лучше, к сожалению, более высокого, среднего оружия нету. Вы можете, говорю, еще раз использовать уловлятор, можете использовать кололку, можете использовать жало, но ведьмина коса здесь является более-менее адекватным оружием чисто для средников. Также остается здесь тесак мертвеца нашего и дага. Но на 26-м уровне для донатов именно только донатов. Те игроки, которые находятся в топе списка, то есть это те, которые занимают топовые места, они могут выкачать гитару. Гитара Death является, как бы так сказать, оружием тяжелым, как окислятор, имеет неплохой бонус, имеет дополнительный баф к атаке, но надо иметь большое количество жизней, желательно под два амулета. Очень интересная стратегия, я в свое время говорил про стратегию, помните, на 9-м уровне еще говорил, называется стратегия директорской линейки. Нанесение урона всем противникам, которые ниже вас по уровню. Здесь то же самое, только для донатов, только на 26-м уровне, только, заметьте, на 26-м уровне гитара Death, выкачивание Геракла или выкачивание Титана с нанесением большого количества урона. Единственное, что тактика, получается, Геракла, она не всегда имеет место быть и легче качать дистанционное все-таки оружие, как и качается почти везде. Следующие уровни, которые вы будете смотреть, они являются пропускными, потому что на 27-м, 28-м и 29-м уровне играть невозможно. Однако, появляются новые оружия. Давайте же посмотрим самую топовую лигу и посмотрим, какое оружие нам преподносят уровни. Итак, 27-й уровень, когда-то бывшим топом. Приводносит нам, ребята, Мегатрон и Перо Феникса. В общем, Дага уходит в прошлое и добавляется Томми Ганн. В общем, интересные вещи. Получается, оружие тяжелое, как и было, осталось, окислятором осталось, ведьмина коса осталась, как среднее оружие, но к ней добавился еще дополнительно Мегатрон. Неплохое оружие для средняка, можно его уже выкачивать. Можно вообще ведьмину косу, конечно, было убрать, но оставил еще хотя бы на один уровень. И появляется еще одно оружие у нас с дистанционным массовым уроном. Томми Ганн, ребята, 27-х уровней. Многие говорят, что это тяжелое дистанционное оружие. Многие говорят, что это просто дистанционное оружие. Ну, несколько раз разговаривал с техподдержкой. Но считаю, что все три оружия данных здесь предоставленных, как вы видите, они имеют место быть. Ну что ж, 28-й уровень. И начинаем. Итак, на 28-м уровне у нас добавляется Демоникс, ребята. В общем, к 28-м уровню больше выкачивания идет титанов. То есть, это наши, так скажем, носители большой, огромной мощности и появляется еще одно дополнительное оружие. Помимо окислятора. Но, как вы видите, косу я уже убрал, как и говорил. То есть, она имеет место актуальности примерно до 26-го уровня. Дальше, но нет уже. Дальше можно выкачивать Мегатрон, он намного веселее будет. Тесак Мясника у нас также остается. Перо Феникса еще пока актуально. Еще пока актуально. И появляется очень интересное оружие, очень сильно недооцененное многими игроками. Это Шокер. Так как у нас сейчас есть 3, вернее 4 минимум робота, а вы пробовали усилить ваше оружие на 40%. На 40% понимаете? 40. Это не 10, это не 15, а 40%. Шокер 380 даст возможность вам усилить ваше оружие. Перейдите в базу оружия, почитайте, пожалуйста. Очень неплохое оружие, но единственный минус говорю, что оно является легким. Это единственный его большой минус. Ну что ж, ну а мы двигаемся дальше. 29 уровень меняет немного тактику и у нас образуется два новых оружия. Во-первых, это Жнец Душ, который является имбовым из-за своих характеристик с выкачиванием жизни из противника. Ну то есть колоссальное количество конечно можно вытащить жизни, многие его качают, качается с фехтованием, прекрасное оружие. И здесь же появляется кислотрон, оружие, которое использую лично я, но для дистанционного конечно оно не идет, мне просто нравится количество нанесенного урона. Дебаф неплохой, плюс считай два можно взять на него бафика хороших, считай в каждой акции. Так что кислотрон считаю неплохим оружием, но уже тоже уходит в прошлое. Тактику получается с тем же самым калашом и М16 она намного эффективнее, чем кислотрон. Ну что поделать, вот тактика есть, никуда не денешь. Ну и топовые, топовые орудия, ребята, чем же предоставлены? Вы апнулись в конце концов на 30 уровень. Давайте смотреть. Итак, 30 уровень, ребята, остается в таком составе. Здесь, если вы качаете себе Гераклов, то есть качаете Титанов, тяжелых, то у вас два оружия. Это окислятор и бензопила. Неплохое оружие, очень колоссальнейшее, конечно, большое количество урона, но тут надо смотреть, потому что многие как бы бросают это дело, потому что все-таки мажет. Все-таки оружие тяжелое, какое бы оно ни было, оно мажет. То есть у него шанс попадания немножко так себе. Итак, среднее оружие представлено тремя оружиями. Ребята, это шеф ситков, который появляется на 30 уровне и добавляет 10% гатрон, неплохое оружие, прям честно скажу, и жнец душ. Средники в основном выкачивают два оружия, это ситхи и жнец душ. 30 уровни все-таки есть. Ну и легкое оружие, как я и говорил, предоставлено шокером 380. А вот дистанционное оружие, как видите, что М16 я отсюда убрал, потому что на 30 уровне очень тяжелая конкуренция, поэтому нужно наносить большое количество урона, а на М16 немножко баф не подходит для 30 уровней, поэтому нет. Итак, дистанционное оружие у нас предоставлено кислотроном, томмиганом и калашом. Но калаш все-таки является универсальным здесь, с томмиган все-таки вот так немножко, а кислотрон скорее всего больше, наверное, для развлечения. Наносит большое количество урона только за счет того, что имеет дополнительный баф на отравление. Это единственный его хороший плюс. Ну что ж, 30 уровни являются топовыми среди наших и ничего не поделаешь, как ни крути. 30 уровни это куча донатов. 30 уровни это куча легендарок. В общем, 30 уровни очень сложные, но оружие, какое бы оно ни было, оно всегда актуально на всех уровнях. как ни крути. Даже часто бывает с жалом 10 уровня играют на 30. Ну что ж, ребят, эта рубрика у нас предошла к концу. Следующая рубрика у нас, которая будет стартовать здесь на канале разбор умений. Будем смотреть примерные разборы для каждого из уровней. В общем, поглядим, посмотрим, посравниваем. Пока.